Музыка В уютном и гостеприимном доме, кажется, все поет и пляшет. Не дня без песни и гармонии, говорит руководитель ансамбля «Россияночка» Сергей Ижукин и его бессменная муза Людмила Висельская. Уже 37 лет завораживают слушателя русской песней, любовь которой, как признается основатель коллектива, впитал с молоком матери. Мама пела и на гитаре играла, отец гармонист, и я уже в трехлетнем возрасте выступал, даже зарабатывал деньги, 20 копеек. Ну и, конечно, гармошка по жизни всегда была, потом руководил вокально-инструментальным ансамблем. Однако практически сразу на творческом пути артиста стали возникать преграды. Когда сорвал голос, признается артист, твердо решил, все равно со сцены не уйдет. Поступил в Брянское училище культуры и стал хореографом. Потом профессионально танцевал в Александровском в армии, в Воронежский русский народный хор, танцы Сибири, трудовые резервы, в общем, много поплясал. Из Брянского Денцова из артистов-преподавателей Сергей Ижукин был наставником и для младшего поколения. Талантливый и разносторонний. В мире танца достиг немало. Стал лауреатом престижного международного конкурса. Но жизнь как будто усердно проверяла артиста на верность мечте. В какой-то момент из-за необходимости пришел на работу в научно-исследовательский институт. В нем нашел не только новую профессию, но и будущую жену. Однако и не в творческой профессии его талант не пропал. Попросили на 8 марта сделать какой-то концертик. Я собрал, вот и Людмила пришла, там еще, в общем, пришло 12 человек. И первый концерт мы дали 6 марта 1987 года, 1987 года. И с этого момента мы как бы начали летопись нашего коллектива. Теперь он за звукорежиссерским пультом, продюсер и идейный вдохновитель. А Людмила – голос и душа коллектива, в котором бессменно работают 5 творческих единиц. Вместе пишут стихи, наигрывают мелодии в слаженном тандеме. Горячо поспорить могут, но исключительно творчески. У нас споры и рухались, ну как рухались, спорили, так скажем, по-серьезному, только из-за песен. У нас нет никаких разногласий по-другому. Как только начинается песня, не отдавай вот так петь. Вот это у нас конфликт начинается такой семейный. А дальше закрутилось, говорят артисты. Стали лауреатами многих конкурсов и фестивалей, раньше о которых только мечтали. Признание и успех, работа с большими артистами на одной сцене, гастроли по городам России и не только. Участие в многочисленных телевизионных проектах и это далеко не все. Однажды даже пели для будущего президента Америки. Он приехал и мы его нашим ансамблем встречали у порога. И старый сенатор по экологии тогда сказал, что это будущий президент Америки. И таких удивительных историй в творческом сундуке ансамбля не счесть. Но не это важно, говорят артисты. Любовь слушателя отдает силы и огромную радость, которой хочется делиться. Поэтому над репертуаром работают непрерывно. Давай вот сейчас еще вот отсюда попробуем. Посмотри, видишь? В своем плотном концертном графике находят время и для помощи. Сейчас артисты считают своим долгом выступать в госпиталях для военных, чтобы внести свой вклад, поддержать русской песней, русский дух. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова